Новый сезон в новом интерьере. В Новосибирском театре музыкальной комедии сегодня открыли фойе после ремонта. Как изменились привычные помещения и каким еще театром Новосибирска ждать реконструкции, расскажет Елена Мирошниченко. Пришел в театр, а попал во дворец. Керамогранитный пол, тяжелые портьеры, лепнина. В театре музыкальной комедии сегодня представили новосибирцам фойе после ремонта. Весь стиль, который вы видите, касаемый и пола, и штор, и стен, и даже той самой мебели, которую вы наблюдаете, он представляет собой определенную дворцовую архитектуру. И нам очень хочется, чтобы люди, которые приходят в театр, они чувствовали себя на празднике во дворце. Как отвлечься от реальности и полностью погрузиться в мир театрального пространства здесь тоже продумали и пошли на хитрый ход. После ремонта фойе-театра появилась и вот такая ячейка для зарядки телефонов с разными разъемами. Ищем подходящий. Включаем. Процесс пошел. Кстати, очень удобно, не будет отвлекать во время представления. Ничего подобного ни в одном театре Новосибирска пока нет. Изначально театр музыкальной комедии строили с расчетом на 50 лет, потом планировали возвести новое здание. Но храму искусства уже 57 лет и за это время его ни разу капитально не ремонтировали. На косметический ремонт фойе театр накопил сам. Ремонт снаружи профинансировало правительство Новосибирской области. Уже обновили крыши, утеплили стены, впереди еще много работы. Сейчас мы делаем проектно-сметную документацию на наши все декорационные работы. Это будет во дворе. Потом у нас мастерская по плану. И потом подсобные помещения мы уже начали в этом году делать. Проектная есть уже документация, потихонечку уже делаем ее. То есть мы уже спустились и в подвал и работаем там в том числе. Проектно-сметную документацию на следующий год составили практически для всех театров города. В первую очередь, говорят региональные власти, необходимо восстановить материально-техническую базу, сменить сценическое и музыкальное оборудование, отремонтировать фасады. Сегодня они рушатся почти на всех зданиях театров. Бюджетные вложения на эти цели увеличили. Только на ремонт кровли мускомедии правительство потратило больше 2 миллионов рублей. Дополнительные средства выделили и на ремонт первого театра, красного факела и старого дома. Елена Мирошниченко, Артем Валевич, Новости ОТС.